Здравствуйте. Салом алейкум. Сегодня суббота. Велосипедиста доставка. Девери Клаб. Велосипедиста едет. Дождь сегодня хремачит. Такой моросящий. В принципе, ночью было плюс 10. Дубак уже пара за рта идет. Машины все. Не вы, не я. Ну, просто как бы на них, на всех. Такая испарина. Пока заказов никто не звонил на сегодня. Никто не спрашивает про трактор. Еду сейчас копать по вчерашнему замказу от Виталика в Шонгуй. Ой, Шонгуй. В Кильдин. Хотел поехать забрать в деловых линиях запчасти от Лукмана. Палец, там, втулки на стрелу. Ремкомплект с цилиндрой. А у тригера. Левый. То течет, то не течет. Когда снимаю видосы, трактор шатает сильно, потому что не в стреле дело, собственно. И тогда тоже, когда работал. Ну, сейчас, конечно, тряска уменьшилась. Но основная тряска была из-за его триггеров. Потому что в лапах нет втулок. Они, все эти прокладки пластиковые, не выпали. То есть, надо дергать цилиндры и все это дело менять. Они лежат уже в год, все эти фигни. Но когда этим заниматься, нет времени. Ни желаний, ни времени нет. Он качает сильно трактор, когда копаешь. Вот, поэтому я сильно трактор не поднимаю высоко для того, чтобы меньше качка была. На завтра, в воскресенье, не знаю, где-то, наверное, буду работать. Даже масло некогда поменять. Вчера дергал щуп, в принципе, минимум, чуть-чуть ниже минимума, там, децил. Ну, я заводил, правда, когда после того, как не ждал, пока сечет масло, там будет точно минимум. Масло чистое, не черное, ничего. То есть, вот, Мобил масло намного лучше, чем Шелл Ремула по ходу русского завода, где он там в Ярославле стоит. Они там, наверное, отливают себе маслице, а туда какую-то шайзу добавляют. Говно и поставляют потом официалам, которые обслуживают Катерпиллеры и Джон Диры. Ну, потому что, что, я не знаю, другого варианта я, как бы, не вижу. Ну, что ты на BMW мечишься на своей 60-ке? Самый умный, блядь. Там красный горит. Миздец, опоздает он, блядь. Метался, метался, все равно тебе направо надо. Сука, ненавижу на BMW, блядь. Такие фраера ездят, деловые, блядь, пиздодельные. Были у меня BMW, эти 39-е у меня были. 520-е в 39-м кузове. И 525 ТДС была. 520-ю подрастаможку привозили, она была не конструктор. А ТДС-ка у меня была, я покупал ее в Литве. 520-я была бензиновая подрастаможка. Двухлитровая. Там на BMW на всех шестерки стоят моторы на 39-х. Ну, мотор, как бы, конечно, хороший, прикрутящий момент. Даже у двухлитрового шестерки явно лучше, чем у четырехцилиндрового двухлитрового Мерседеса. То есть у меня был 210-й кузов Мерседес. 2 литра и BMW. То есть одновременно 39-я, обе 2 литра. Ну, конечно, Мерседес мотором уступал и тормозами. У BMW тормоза острее и мотор веселее ромбрутит. По салону Мерседес был лучше заточен под меня. Мне больше нравился его салон, сиденья. В 39-й сиденье мне жестко не нравились. Я вообще практически на ней не ездил. У меня была на продажу, а Мерседес был, ну, мой постоянный, короче, поджобный. А 39-й у меня был конструктор. Я брал ее в Литве на итальянских. Итальянские номера, техпаспорта не было, была копия с банка, что-то там бла-бла-бла. Она была все рабочая, вообще состояние отличное. Кожа черная была, свининка такая заебачая. Вот я ее на трал поставил, привез, в Финляндии разобрал, растаможил, завез. Ну, это было, блин, сколько, ну, лет, наверное, 12 назад. Все, документы у меня были от пятерки Е-28. От старого кузова сделал замену. Дизельная вообще под 2,5 ТДС, под металла, конечно, просто пипец. Она так летала, очень, очень хорошо она гоняла. Ну что, выехал от себя, поехал. Посмотрим, сколько времени займет. Все, это дело, время 12.42. Сейчас заменим, сколько на дорогу. Время не будет. Схода Гильдина. Сейчас приехала 13.01. Участник еще ехать минут 10, потому что там дорога берутся. Посмотрим. Сегодня, что, влажная дорога. Колесы их отстачиваются. На сухую. На четвертой так прыгаешь, что это тут. Третья, вторая. Минут 10 будут тащиться до участка водой дороги. Что, Павла такой шел. Дома, которые здесь затопило. Так, кто их не просушит, я не знаю. Что они, блядь, с ними будут делать. Поигни, надо линваты все будет снимать, разбирать. Ну, черная. Вроде они решили сделать. Вот этот тоже затоплен был. Частично. Время 13.10, да. Вот 9 минут ровно ехал от асфальтной дороги вот по этой мертвой. Надо дальше выбрать это время. Вален позвонил догнать машины. Ну, открыть ворота. Они машины отгоняли еще не 6 минут. Все с такими важными ебальниками. А даже в Узбекистане тот. Прям пиздец. Такие, нахо, их деловые. Такие. На этом какой-то масло, какой объем И сколько это все приклеить Так что, мозгов не хватает убрать тачку? Нет, я не обогоню Джигиты! Джигиты! Тачка ваша! Уберите ее Ветер взял четырехосную машину Ну куда она здесь? Она здесь не... Ой, блядь Она как каракати, она длинная Тут трехоску надо Что за тачка я как бы не видел даже в городе Ман что ли какой-то Старый Ну что это? Длинный пиздец он, блядь, как паровоз Ну давай назад-то сдавай Бля, водилу где-то я этого видел, блядь, кто порезан Блядь, откуда же я его знаю? Блядь, город маленький, звездец нахуй Откуда я его знаю? Что это такое? Ман, наверное, по-любому Похож на ман Кабина еще пластиковая что ли? Похож на зол Длина кузова и ковша Нормально Кабина вроде стеклопластика Ну, с видимо Стеклопластика Давай Не знаю, при погрузке там во что и ударяются Во что они ударяют Туманка у него там какая-то Это китаец какой-то Да, ровно, ну почти три ковша там Там как бы Почти три ковша Что ты здесь на мае Похож на мае Сети самосвал Ну, вот так заглубился Сантиметров сорок Показ немножко его Кабелязы здесь не порвали Дву в один двой не порвали Прямо Четко параллельно нее прошел Грузить не совсем удобно Я стою сейчас низко Тут еще задние колеса Грузить удобно Ладно, колеса Колеса балансиром Передним уебался И все, и нормально А там дальше У него реселера стоят И, как бы, в ушах И, как бы, в ушах Тем местом вообще Ну, типа, трактором не подъехать Как бы, надо с зазором Как бы, надо с зазором Как бы, вставать Иначе ему там поломают все Тут-то колеса что Колеса ничего не водит А вот там, конечно Реселера На команде тоже там Реселера висят Ну, с другой стороны Не знаю По идее Переставлять надо Чтобы они не торчали Из-за колеса Для того, чтобы Можно было трактором Нормально подъезжать И спокойно грузить Продать бы Этих Этих Побы вонючих самославов Этих 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 Разорваться Что ли Одному Не поработаешь Водителя Нету Я боюсь Этих Камазов Иномарок Не боюсь Камазов Что-то Как-то Мне Страшно За них У них Все всегда ломается Опасная техника Начинать Ездить Поддерживать Ее В Безправном Состоянии Хотя бы Чтобы Не В идеальном Но Чтобы Она Нормально Работала Пусть Какими-то Косяками Но Такими С которыми Можно Ездить Да Ну А когда Это делать Когда Вот В ней Лично Сейчас В данный момент Мне Нужна машина Которую Не надо Делать Потому Что Мне делать Ее Некогда У меня Была FL Ничего Не надо Было Делать Поменял Масло И поехал Ничего Не Поломал Ни масло Ни тепло Ни антифриз Ничего 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 Машина Была Сел И поехал Ни ключи В машине Ничего Не было Есть Или как Потом Личных ключей Накидали Просто Они валялись Там крата Не было Ни хрена С КамАЗом Конечно Там камерные колеса Это Сзади Впереди Без камерки Я поставил Не знаю Как С КамАЗом Полезешь Вместе Там все мертвое Гулять Конечно КамАЗ Вольву Или Сканью Где ее взять За нормальные деньги У нас В Урбанске Таких нету А китайцы брать У нас есть По 450 Написано Новый Каленвал Хуинвал Блин Как они же делали Не я же делал Тодиктера А я им не верю Что это такое Я с человеком С китайцем разговаривал Он говорит Пока он новый Он заебись Только Умерли Умерли оригинальные Китайские детали Ставишь Какого-нибудь другого Произвителя Каленвала Или что-нибудь А он ни хера И не ходит Они все говняные Каленвалы Говорят А двадцати тысяч рублей То есть их делают Все кому не лень Они все Ну С говна Как бы сделаны То есть Если бы Купить бы нового Китайца Ну Я бы конечно С ним не хренафиг Не убить его Ну Только по дурости Вот так вот ВУшного Да 450 По 600 Они у нас есть Ну там что написано Проблема с электрикой Что-то еще там Доделать Дособирать Блядь Ну как такое брать Ну что С ним Горяное Нахрапнешь Купить бы рабочий Ну В нормальном состоянии Следить за ним Это другое дело Но Такого нет Конечно Я считаю Что китайцы Лучше чем Каленвала Качество запчастей В принципе Наставляет жить Желать лучше Да и КамАЗовские запчасти Это говно Тоже Кооперативные Какие-то оргазмы Делает Покупала я на КамАЗ Сразу запчасти Берешь Они Изначально Уже прослабленные То есть Там Сисур Полный На гайке То есть В принципе Можно У него там Найти КамАЗовское Что-нибудь Даже от Еврика А вот Так вот Блин Шахмана От этого Где-то найдешь Даже Не представляю Ну Сделать-то можно все Тут На этого времени Вообще Нету Тут Лампочку Некогда Поменять В тракторе Поворотнике Думаю Она нахер не нужна Не работает Левый поворот Задний Правый Светодиодный Разбил Когда в деревья И ничего не Ну Так и не поменял Когда делать-то Реально Некогда Работать Даже вот Я неделю Простоял с такими Втулками Я минимум Столько сырей потерял Минимум Когда чинить-то Поэтому Хочу тут Самосвал продать Ну типа Минус одна Головная боль То есть Проще Заработать денег И купить Нормальный Чтобы с ним Ну Не ковыряться А Завел И поехал Вернее Не нормальный А хороший Думаю Скани Купил себе Манипулятор Когда этим заниматься Все лето прошло А я со Скани Я даже не снял Ничего То есть Не снял Будку Не отделил Подругу Не снял Манипулятор Даже не перевез От людей Со склада Себе Потому что Некогда Просто некогда Это делать Каждый день Каждый день Работа Каждый день Телефон Выключай И вообще Не включать То есть Вообще Не включать Телефон Потому что И когда не будет Тебе соблазна Дай ехать Что-то Работать Типа А что деньги Потеряют А так Телефон Выключил Ты в неведении И как бы Хорошо Думаешь А нахуй Значит Никто не звонил На понедельник Заказ есть Вроде как У того чувака Под забор копать Даже Не представляю Когда мне Своими делами Заниматься А в узбеках Ну С ними надо Находиться Чтобы они делали Как бы Они Не очень Так Без контроля Делают Не то Что они там Вату катают А то что Впрочем Надо Как Типа Краб Смотреть За ними И питом Сейчас ни хера не взять Мне там надо Полтора куба А сейчас Не взять будет Полтора куба Потому что миксера полные Уезжают на объекты И Полку за полтора куба Скажут Ты что дурак что ли Придется самим мешать То есть Наверное Узбеков будут Чтобы они мешали Этот бетон Время десять вечера Ну вот так вот Выбрал Повезло Здесь вот Трубу Не повредил Вот так вот Скользь прошел Он клыками Не клыками Передним ковшом А задним ковшом Да Богорезом Ну с такой глубины Грузить Конечно Такая высота Самосвал Очень тяжело Столько срезали Ну в час я приехал на объект В тринадцать Двадцать Я начал работать Тринадцать Двадцать Ну Такая площадь Не знаю По длине тракторов Наверное Раз Два Восемь Наверное Будет Раз Два Будет Вначале Выкопал эти плиты И вот Восемнадцать Тридцать Я тормозил С колесом За столько времени Я сделал Вы Выбрал И загрузился На свал Ну и вот Сейчас С колесом Провозился До десяти То есть Долго времени Замело У меня Эти шпильки Баннеры Растилают И вот Так Скалуем Вожу туда Посмотрим Как это все будет Дыгались Колеса крутить На баннере Нельзя Сразу Заватрушится Пробьет Ну Что Мое дело Возить Сказано Возить Я вожу Сказано Не возить Я не вожу Я раз так ездил По геотекстилю Тоже Засыпали В ГСР Геотекстиль И там вообще Короче Нельзя руль крутить Сразу рвет Геотекстиль Я их предупреждал Ну Они говорят Все заебись будет Естественно Там Местами Порвало Протектор Попал Там Подняло Это геотекстиль Ну на стыках Между Геотекстилями Вот Вот Ладно Что Это Жеих дело Они Банкуют Что Они Придумают Я не пойму Что Они Придумают Я не пойму Не Видно Время 23 Числа Все В Глаза Выкали Уже Ничего Не видно Не будем Заниматься А трактора Ставим на объекте Завтра Приедем Продолжим Спасибо За просмотры За комментарии Ну Если Ставите Дизлайк Указывайте За что А то я Голу ломаю За что Дизлайк Если Кому-то там Не нравится С мат Матом Выключите звук Не нравится Ну Перейдите на другой канал Ну Ставить Просто так Дизлайк Хуй знает За что Я не знаю Надо быть Идиотом Надо быть Дебилоидом Лободятлом Все парни Всего хорошего Тачки берегите Не ломайте трактора Побольше Лотовых заказов До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok